Город-герой. Вслушайтесь в эти слова. Город, прославлившийся героической обороной во время Великой Отечественной войны. И в такой город я приехал. Город Минск в начале войны одним из первых крупных городов принял на себя удар немецкой армии. Враг вошел в город 28 июня 1941 года. Но прежде чем войти, национал-социалистическая Германия вкусила прелесть советского оружия во время Белостокско-Минского сражения. Те бои мы, увы, проиграли. Но мужество наших предков никто не забудет. И одним таким памятным местом является Минский укрепрайон. Сегодня на месте боев открыт музей боевой славы под открытым небом линия Сталина. Да уж, впечатляет, сделано с душой. Но я сюда приехал не пейзажей налюбоваться, хотя они тоже ничего. Я приехал сюда за единственным живым на территории бывшего Советского Союза, а может и мира, неважно, танком. БТ-7 быстроходный танк, правильно? Итак, с чего начиналось оживление боевой машины в зимних условиях? Оживление боевой машины в зимних условиях начиналось с заправки машины горячим маслом и горячей водой. Ну а затем уже прогревом ее на холостых оборотах. А какова судьба? Откуда у вас появился этот танк? Этот замечательный легендарный танк, свидетель боев в июле 1941 года в районе Витебска. В 1941 году были случаи, когда экипажи наших боевых машин после того, как заканчивались боеприпасы, топливо, чтобы эта техника не доставалась врагу, загоняли технику в реки или в болото. И вот благодаря этому эта уникальная машина и находится сегодня здесь у нас. Двигатель танка даже сегодня поражает своими цифрами. Дизельный В-12 объемом около 39 тысяч кубических сантиметров и заявленный мощностью 500 лошадиных сил водяного охлаждения. С максимальным крутящим моментом 1960 ньютон метров при 1200 оборотах в минуту. Кстати, В-2 был первым в истории дизелем, специально построенным как танковый двигатель. И на тот момент являлся самым мощным в мире танковым мотором. Да, земля белорусская встретила нас совсем не весенней погодой. Вы думаете, что это поручень, чтобы залезать на танк? Нет, это антенна. А белая полоса говорит о том, что танк командирский. Но давайте вернемся к истории. Танк БТ-7 серийно начали выпускать в первой декаде 1935 года на Харьковском паровозостроительном заводе имени Коминтерна. Машина даже с современной точки зрения не совсем обычна, так как она имеет колесно-гусеничный движитель. Что это значит? По асфальту БТ-шка едет на колесах и развивает 72 километра в час, а по пересеченной местности на гусенице. Даже тогда такое решение было спорным, но с экономической и стратегической точки зрения вполне оправданной. Ресурс гусеницы не превышал тысячи километров, поэтому если своим ходом двигаться до места боя, да еще и по шоссе, можно было остаться без них. К тому же армия испытывала дефицит гусениц вообще, но несмотря ни на что... Сейчас я многих, наверное, огорчу. История про то, что немецкие танки были лучше, а наши устарели — это полная чушь. БТ-7 на тот момент был самым лучшим танком своего класса. Не верите? Проведите самостоятельный анализ. В башне располагаются два члена экипажа. Командир, он же наводчик и заряжающий. Вооруженность танка — это 45-миллиметровая пушка 20К образца 1934 года и пулемет ДТ калибра 7,62. Это смелем можно назвать входной дверью. Это первый раз, когда мне в танке достаточно удобно. Кстати, здесь слева лежит руль для управления боевой машиной на колесном ходу. Корпус этой БТ-шки собран из броневых и стальных листов и представляет собой коробчатую конструкцию с двойными бортовыми стенками. Лобовая броня — 20 миллиметров, башня — 13 миллиметров, борт корпуса — 13 миллиметров. Это немного, но уступало немецким танкам. Зато скорость, ну а не чуть позже. Итак, проведите курс молодого бойца. Так, первое. Включаем массу. Разбираем, не включена ли передача. Даем минимальные обороты. Нажимаем кнопку закачки масла. И стартер. А это стартер. И смотрите там сразу давление. То есть 6 и стартуем. В движении всем телом ощущаешь, как машина рвется вперед, подталкивает тебя разогнать 14-тонный танк до максимальных 52 километрах в час на гусеницах. Но, чтобы переключить четырехскоростную коробку передач на ходу, надо быть виртуозом и по-настоящему чувствовать машину. Я, увы, далек еще от совершенства. И, как многие танкисты, на начало войны мне надо было останавливаться. А еще, чтобы повернуть, в принципе, легкую машину, надо потянуть рычаг, на котором усили 40 килограмм. И, если честно, я уже немного устал. Зато машина просто стелется. Если бы упростить управление, танк смело можно сравнивать с отличным легковым автомобилем. Но все это с сегодняшней точки зрения. А тогда выбора не было. И наши деды и прадеды на таких машинах принимали участие в битве за Москву. За Сталинград добили врага на Северном Кавказе. А лебединной песней БТ-7 в августе 1945 года стал бросок через Большой Хинган и участие в разгроме японской Квантунской армии. А лебединной песней БТ-аша. Читать книжки, играть в компьютерные симуляторы, рассматривать картинки – все это здорово. Но не потрогав руками, не увидев собственными глазами, вы не сможете понять всей красоты сурового железа. Ездите по музеям, учите историю, любите свою родину, нам есть чем гордиться. Ну а я отправляюсь дальше на охоту.